Дождливое утро 17 мая для некоторых калужан, решивших, что уже наступили выборы, стало днем недопонимания. Не все отдавали отчет, что это выборы предварительные и внутрипартийные. И уж точно, приходя на избирательные участки, мало кто задавался вопросом, а за чей счет весь этот парад? Нам прислали на сегодня, только на сегодня. И мы проголосовали, отдали свои голоса. Но сегодня же это не выборы. У нас Калиниченко и Рулев, они рекламировались, пригласили нас, мы за них и проголосовали. Пока нас никто не приглашал. Шутят с нами, шутят. Атриан Беронидович, ну коммунистам верите, нет? Коммунистов буду избирать, милые мои. Я там состою. Обязательно буду голосовать. А чем плохо? Ничего плохого никому не делают. Наоборот, в защиту везде идут. А я 36-й год защищаю стариков. Потому что воюю с теми бюрократами, которые неправильно относятся. Народные выборы должны проходить открыто, подумали мы, и решили снять ход голосования. Но оказалось не все так просто. Извините, что за видеосъемка? А нам не представлена Калуга вечерняя. А аккредитация? Да. Не заявлены, да. Поэтому фотосъемка и видео запрещена. У нас только три компании могут работать. А какие? ВГТРК и Калужские новости. Калужские новости такой нет? Ну не новости, а это... Калужская неделя? Да. Мы решили поинтересоваться, по какому праву в выходной день используются помещения школы. Имеются ли договора аренды? Платят ли за аренду помещений муниципальная школа «Единая Россия»? Скажите, а у вас договора на аренду этого помещения есть? Обязательно. А можно посмотреть? Договора находятся в управлении образованием, потому что мы относимся... Юридическое лицо у нас в управлении образованием. Сейчас там дежурят люди. Можете смело Держинского 53 ехать. И вся документация находится там. Работодатель у нас в управлении образованием. Если договора аренды были действительно заключены, и по ним будут проплачены деньги, то скоро мы увидим, как бюджетное учреждение решит вопрос протечки крыши над входом в школу. Вот чем должна быть по-настоящему озабочена партия власти.